Старая Теризморка встретила гостей огромным самоваром. Этот надувной толстяк приветствуют еще на въезде в село. Здесь проходит фольклорный праздник. Можно и поездить, погулять и передохнуть с чашкой чая в руках. Полюбовались гости и деревянными скульптурами. Все эти статуи вырезали ремесленники со всех уголков страны. В рамках фольклорного праздника Шумбрат резчики должны были создать вот таких деревянных гигантов. Я хочу сказать, что очень профессиональные мастера выложились на все сто. Я их благодарю, что эти работы останутся здесь в Теризморке, в этом этнопарке. На долгие годы нас будут вспоминать и действительно республика будет гордиться вот такими работами. На самом деле это очень красиво. Деревянные скульптуры на пару голов выше человека. Они останутся здесь и украсят парк старой Теризморке. Вот такую статую создали всего за пять дней. Гости с удивлением говорят, вот это скорость. На это резчики лишь улыбаются и не делятся секретом своей работы. Вскоре зрители могли своими глазами увидеть их мастерство. Ремесленники на скорость вырезали из дерева фигуры. Я боюсь! Но праздник удивил не только огромными статуями. Десятки мастеров собрались здесь. Товаров на любой вкус и цвет. Это и лапти, и расписные тарелки. Можно купить даже валенки на зиму. А после – за лоскутным одеялом. Пестрые ткани поражают своими размерами. Привлекли внимание гостей и традиционные мордовские одеяния. Это Марина Борисовна. Она занимается пошивом и украшением ткани уже несколько лет. Ее модели – вот такие куколки. Стоит поднять одну – везде раздается звон. Как говорит мастерица, макшанку сначала слышат, а потом уже видят. Мои куклы. Национальная одежда. Я занимаюсь куклами уже, наверное, года три. Мне очень нравится наряжать мини-национальную одежду. И еще работы наших мастериц. Вышивка, рубашки, салфетки, рушники. После выставки можно пойти и перекусить. На выбор сразу несколько палаток с едой. Столы хозяек ломятся от разных блюд. Как скромно говорили женщины, чем богаты, тем рады. Готовили они всю ночь, чтобы угостить дорогих гостей. Сегодня, вашему вниманию, наш стол очень богат. На сегодняшний праздник Шумбрат наши девочки наготовили всяких-всяких вкусностей. Здесь у нас и голубцы с грибами, здесь у нас и перец с фаршированным мясом, картошка под укропчиком зеленым, жареным луком, приготовленные кабачки в кляре в сырном, драники картофельные, рулетики с кабачком, даже торты с кабачком девочки приготовили. Угощали и традиционными мордовскими блинами. Пачат именно так и называют их макшане. Блины выходят нежными и объемными, а сверху кусочек масла. От жары он быстро плавится. Хозяйки поделились с нами секретом таких пышных пачат. Готовить надо с душой. С любовью надо делать, с душой надо, и с душой вложить. И будет красота. А если души нет, то и блины будут, то и некрасивые. Вот у нас в чем секрет наш. А как поели, можно насладиться представлением. В программе выступления мордовских, чувашских и других коллективов. Актеры и пели, и плясали, и спускали со сцены к зрителям. На мероприятии присутствовал и глава Мордовии Артем Сдунов. Он отметил, мордовский народ умеет не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. И это правда. Гости мероприятия уезжали из Старой Теризморги сытыми, довольными и счастливыми. Алина Беляева, Андрей Просвиркин. Наши новости из Старой Теризморги.